Ощущения какие, пожалуйста? Судя. 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 Шоу. Сейчас я раздам листочек, чтобы вы заполнили, читали, не читали. Да. Но это будет быстрее для меня. Мы начнем, ничего страшного. Президент класса, не отвечайте, что... Ну да, подай. Мы говорили, что в одиннадцать будет. Хорошо. Если она придет, чуть-чуть подай, не попрошу. Есть те, кто не сдал мне вчерашнее задание домашнее? Нет о ней? Хорошо. Скажи мне, как типичная область и атмосфера Oh lesson of Vilナ? Забота о браке, переживание. Его услышать и поддерживать этого брата, ему очень просит. Он с ним разговаривает, Павел с ним как-то странно. Он называет всех остальных, тех, кого он предстоит детьми, а его братом называет, хотя и он ничего просил. Он даже с ним говорит, я не хочу ничего принимать от себя, хочу твое мнение не слышать. Я бы такое уже оставил бы его от себя, но хочу спросить твое мнение. Мне очень нравится этот момент, когда Павел говорит, я не хочу тебя ни к чему преднуждать, но хочу напомнить, что ты мне жизнь не обязан. А еще такая забота, тревога к Филимону, чтобы он не ошибся, чтобы он принялся. Потому что если он ошибется, то может пропасть и сам Филимон, и раб его, и тех, кто прикнулся. Очень заботливое письмо. Это правильно, но это не относится к настроению и атмосфере. Мы пока на уровне только настроения. Смотрите, каждый день мы будем приходить на новый уровень в изучении этого послания. Так что давайте выполнять только то задание, для которого данное чтение предназначается. Хорошо? Очень лично. Он помнит людей по именам и помнит какие-то детали. Вот это он приветствует, да? День этому. Я 16 стих вопросом, Господи. Не как уже раба, но выше, но выше раба. Брата Возгубленного, особенно мне, тем более тебе, и Попоте, и Господе. Сегодня мы об этом еще не говорим. Смотрите, мы с вами будем делать как бы настройку, да? Сейчас мы на одном уровне будем дальше идти, и посмотрим, сможем ли потом и до него дойти. Хорошо. Да. Безмудро-любная, добеждая. Личная. То есть видно, что у людей близкие отношения. А тема поднимается очень серьезно. А вы знаете, что обычно с близким человеком на серьезном уровне тема? Серьезную тему очень сложно поговорить. Денис скажет. Я не знаю, в чем проблема, может быть, перебудет. Но это не стоит нашего времени, чтобы понять, чем там проблема. Мы знаем, что в самом начале, наоборот, говорится о том, что Филимон известен, да, своей верою. То есть я, может быть, позднее посмотрю. Итак, второе чтение, это чем мы сегодня с вами займемся. Вопрос у нас с адресами, то есть кому адресовано, получатели. Книги Библии были обрисованы не христианам 21 века. Мы говорили с вами уже неоднократно, что писались книги конкретные людям, живущим в конкретное время. Поэтому наша следующая задача при втором прочтении постараться как можно больше узнать об этих людях. Кому уже пишет Павел свое послание? Павел? Павел написал вообще все библиотеки книги Павел написал. Поэтому, когда мы говорим Павел, и нет. Теперь смотрите, вашими собственными словами вам нужно будет передать, да, кому вообще написано это послание. Вам не нужно сейчас копировать все, что будет сейчас на этом слайде. Я имею ввиду не нужно копировать дословно, просто идею. Нам сейчас важно будет увидеть два вида информации, найти два вида информации. То есть нужно будет посмотреть, что высказано, то есть что сказано, очевидно, что. То есть, что в тексте сказано о получателях послания. Например, если там будет фраза, моим братьям во Христе, все, мы понимаем, что послание адресовано христианам. Правильно? То есть это высказано. Нужно постараться понять их, как бы, характер, какими они были. Может быть, они очень материалистичны. Помните Ладикийскую церковь? Они очень богатые, но очень апатичные. То есть их ничто особенно не беспокоило. Может быть, у них ожесточенное сердце? Как Павел Галатов пишет, бессмысленные Галаты. То есть на этом уровне мы говорим о том, что конкретно сказано в тексте. Павел говорит Галатам, что вы бессмысленно. То есть глупые. То есть это высказано в тексте. Второе, что нужно особо понимать, это что подразумевается. То есть, возможно, некоторые вещи ясно в тексте не говорится, но они подразумеваются в других каких-то выражениях. Например, если мы с вами, давайте посмотрим, Филиппинцам четвертую главу. Попробуем стих и второй и третий. Умоляю Егозию, умоляю Сентихию, мысль тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся к благовестованию, вместе со мной, и с клиентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена книги жизни. Как вы думаете, что подразумевается под этими стихами? Второй, третий, четвертой главы. Да, некое разногласие между сестрами. Смотрите, тоже не говорится между вами разногласие. Но Павел говорит, умоляю вас, мыслите тоже, то есть придите к единогласию. То есть мы подразумеваем, что там, значит, была некая проблема. Что нам известно также из этого текста об отношении Павла с этими сестрами? Вот что здесь ясно сказано, это то, что они работали вместе с Павлом. Он говорит, они подвязались, плечом к плечу, как бы со мной служили. А что можно отсюда понять, как подразумевающиеся? Раз они вместе работают. Скорее всего близкие отношения, то есть они хорошо друг друга знали, они подработали вместе. И посмотрите, они настолько были небезразличны Павлу, что Павел называет их по имени и умоляет своих посланий, чтобы они пришли единогласия. То есть из этого можно как бы прийти к выводу, что они были в близких отношениях, дружеских отношениях. Это очень важный шаг в прочтении текста и проведении экзегеза, найти то, что подразумевается, или понять то, что подразумевается. Но это немножечко опасный шаг, почему? Потому что мы можем ошибиться. Потому что наверняка мы не можем знать. Но иногда, учитывая информация, которая в тексте есть, можно практически стопроцентно некоторые вещи предположить. Но смотрите, на этом шаге, когда мы ищем подразумевающийся смысл, мы не пытаемся найти здесь, между строк, некие вопросы учения, доктрины. Мы на этом подразумевающей информации пытаемся узнать больше о получателях. И тогда нам будет легче понять те наставления, которые им дают. Итак, на что нужно обратить внимание во время вашего второго чтения текста? Пока еще не обращайте внимания на текста. Во-первых, подумайте, в какой обстановке жили получатели послания. Были ли гонения на них? Если были, то ясно ли это указано в тексте? Или мы можем увидеть, что это подразумевается в тексте? Нужно учитывать, брать на внимание, при какой культуре они жили? Где жили? Какие они были вообще люди сами по себе? Можно ли это понять по тому, что написано им в послании? Что нам известно о их прошлом и настоящем? О чем их сильные стороны, а о чем их слабости? В fact, weaknesses often reveal why the letter was written in the first place. Потому что, как правило, они и являются причиной написания посланий. Потому что обычно автор и пишет им, чтобы попытаться помочь. Вопросы, комментарии, что там кто-то хочет сказать? Они женщины. Они женщины. Я просил вас, чтобы помогать вам. Очень интересно. В современном есть слова женщины. Это интересно. Maybe just because we know the names are historically women names, they've added that. Может быть, это слово было добавлено. Может быть, действительно исторически известно, что это женские имена. Поэтому, возможно, переводчики добавили слова женщины. Потому что в английском в структуре предложения обязательно нужно было поставить какое-то слово, и они, возможно, добавили слова женщины. И так вот этим мы сейчас вами займёмся. Посмотрите, сейчас у себя в конспекте. Начертите под подобную табличку. Под подобную табличку. Не обязательно абсолютно идентично. В каждом из этих трёх столбцов что должно быть. Так что мы будем читать. Сейчас вы останетесь в аудитории. Будете читать. В данном случае уже будете читать про себя. Будете читать Иуды и послания. Вот в этой табличке. Вот в этой табличке. В самом первом столбце нужно будет писать номер стиха. Это не значит, что все стихи должны быть записаны. Вы только тот стих здесь пишите, в котором вы находите хоть какую-то информацию о получателях. Я думаю, что это по Филимону образец был сделан. Это не важно. Verse 1 says, he worked with Paul in some way. Например, там стих 1 мы пишем. Каким-то образом он работал с Павлом. То есть, эту информацию, которую мы узнаем. И вот смотрите, у вас П и Я есть. П это для подразумевается. Я это ясно сказано в тексте. Поэтому вы пишите либо П, либо Я. Понятно? То есть, в данном случае в тексте говорится, что они с работниками были. Это явно в тексте сказано. И так, вы пытаетесь назначить что-то для получателя, но вы пытаетесь не только явно это сказано, а то, что подразумевается о получателях найти. Я даю вам на это задание 15 минут. После того, как вы прочтете послание. После того, как вы полностью запомните эту табличку, напишите выбор. От двух до четырех предложений, вкратце, опишите эту группу людей, кому адресовано послание. Отпишите получателю. Вот и Уди. Вот или вон у вас все домашнее задание. Вот и Уди. Уwertения за спать. different Увидимся в следующем году. Забы Convention . Продолжение следует... 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 И 17-18 это люди слышали апостол английский. Okay, he's thinking too much. Я думала, слишком много вы придумали, ну, додумали. Too much. We're not trying to interpret. Потому что мы на этом уровне не пытаемся толковать. He uses Egypt as an example of what he's talking about, not to describe the people he's writing to. Он использует здесь образ Египта для того, чтобы объяснить свою мысль, о которой пишут, но не для того, чтобы описать получателя этого послания. So let's think, what do these verse by verse, what can we learn about the recipients? Поэтому давайте по стихам пойдем именно, которые говорят у получателя. Что мы можем узнать? В принципе, если эти люди знали это Писание, то это можно подразумевать, что это были люди. Можно попытаться подумать, что это здесь подразумевается. Я думаю, что Иуда довольно хорошо знает этих людей, потому что он в три раза говорит два влюбленные. В третьем, в семнадцатом, в два в семнадцатом. Похоже, что близкие отношения, да? Нет. Это люди были достаточно хорошо научены. То есть они знают в пятом стихе. Вы уже знаете обо всем этом? Но я хочу вам напомнить. И, как вы уже сказали, еврейскую историю достаточно хорошо. И вот что я написал в пятом стихе. Они забыли некоторые истины. Это подразумевается, что они забыли. Потому что я хочу вам напомнить об этих истинах. Может быть, они что-то начинают забывать? Время. В двенадцатом стихе писали, что я думаю, что это такое христианство, потому что проводили вещей и любви. На которых писать твоё общественное. Я по двенадцатому стиху написал, что они вместе проводят время. Вернёмся назад к третьему стиху. Здесь они могут потерять веру. Они могут потерять веру. То есть, подвязаясь за веру, они могут потерять веру. А дальше расшифровывается почему. Потому что они призабыли в семнадцатом стихе слова апостола. То есть, их характеризует этих людей, что они вот сейчас упустят. Мы можем упустить веру. Да, в чём-то они ослабели. То есть, она подразумевается в этом стихе. Можем это написать. Скажите, а могу я сделать вывод, что они не знали апостола по восемнадцатому стиху? Они говорили вам. Да. Некоторых из апостола, получается, они знали. В третьем стихе апостол Яна говорит о том, что спасение у них общее. А что это означает о них? Что это о них говорит? Что они спасённые люди. То есть, о них мы пишем. Спасённые, правда. Три. 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 Еще кто что может сказать о них? По крайней мере апостолы их учили лично, да? Научены были. Три. 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 А другие страхом спасают их. И именно из-за этого, возможно, к ним вот такие проникли люди, о которых здесь говорится. То есть они не видели, что в разных ситуациях нужно использовать разный подход, а как бы под одну гребенку со всеми. Я продолжаю в своем, да, явно мы увидели, что сказано в 17-м стихе, что их проблема, потому что они призабыли слова апостола о ругателях Христовых, а в 20-й и до 23-го стиха, что они мало назидают друг друга, то есть здесь вот говорится возлюбленное, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь, то есть мало назидают друг друга, мало молятся, и мало активны в поддержании духовного здоровья братства. И это может привести к тому, что они укусят свою веру. Да, это очень хорошая имплокация, подразумевает. Но это еще один прекрасный пример того, когда наверняка мы этого знать не можем. Потому что мы-то сами всегда христианам говорим, давайте молиться, надо молиться. Это не знак, когда я проповедую о том, что нужно молиться, я же не подразумеваю, что я знаю, что вы мало молитесь. Правильно? Это может означать, что они мало это делят, а может и не означать. Но учитывая контекст, я думаю, что вполне возможно, что это подразумевается. Еще один из комментариев. Можно предположить, что эти люди, допустим, недолго христиане, вот он там говорит сначала, увещевают подвизаться за веру, потом напомнить вам, потом помните предсказанным апостолам, потом назидать из себя, потом сохранять из себя. То есть такой как прямо план. Я думаю, можно попробовать это предположить. А с другой стороны, на основании всех этих слов, наоборот, можно предположить и обратно, что они уже церковь до дно существующая. Они уже достаточно долго существуют, чтобы забыть что-то. Как церковь логична, они просто забыли о важных вещах. Итак, хорошо. So, can somebody give me a couple sentences to describe what we know about these people? One of them, one of them, one of them. Те, кто хочет свой вывод зачисать, то есть в общем, что мы знаем об этих людях. Два четыре предложения, да, Матрис? Кто это писал? Это послание верующих христианам. Возможно, он греет, потому что они знают грехи, что и апостолы проповедовали у них. Очень хорошо, замечательно. Еще есть? Я уже перечислял, я могу зачитать. Именно зачитайте, короче. Да, конечно, группа христиан, церковь, но они могут потерять веру из-за того, что забывают предупреждение апостолов, что наглые ругатели христовы будут рядом, среди них. Они мало назидают друг друга, мало молятся, мало активны поддержания духовного здоровья братства. И, ну-ка, есть, это непреждение послания. Ну, у меня есть, это не очень вибрее. Я так еще не сказала, что он думал, что он включил, и так это, смотри, иди, что он встретит. Хорошо, ну, я думаю, я думаю, что это идет с тем, что вы знаете, апостолы. Еще есть? Я могу сказать, что это университет для всех людей, для всех времен. Нет, но это не так. Конечно, это существует для определенного причин. Он пишет определенные люди, но он по определенной причине. Но, когда мы что-то извлекаем, какие-то уроки. Из-за этого послания мы должны учитывать, что писалось ему не напрямую нам. Но уроки там есть для нас очень важные. Скорее всего, автор пишет свои цепи, которые уже учитывают, которые пытаются отмечить людей, которые догадают эти цепи. Намечательно. Сегодня вечером, или когда-то, главное, чтобы до понедельника сделать, я даю вам вот такую распечатку. Видите? Большой перемогольчик. Если не вместится сюда, на другой страничке дорисуйте. Но так легче мне будет проверять. И вот такой же вывод, да, вкратце, что-то на получатели посланий к демонам. Так же есть задания по чтению здесь. Я вам помню, что советую вам выполнить задания по чтению до того, как вы начнете выполнять домашние задания. Здесь говорится, прочтите с 57 по 61 страницу. Пожалуйста, не смотрите на 62. Теперь в останутся 15-20 минут. Я хочу как бы немножко отблиться от того, чем мы только что с вами занимались. И я хочу дать вам возможность заняться тем, что я называю «да, но». Я слышал уже такие высказывания «да, но». И мне люди тоже задавали такие вопросы. Все получили задания. Начнем мы с вопроса Дениса. Денис, в чем твой вопрос был? Не сегодняшний вопрос, я другой вопрос имею ввиду. Помните, что Денис задавал раньше, спрашивал раньше? Да. Да-да-да-да. Еще раз формулирую вопрос. Обычные ваши мысли по этому поводу такие? Нет. Нет. Кристинин не ехать кладиня. То есть вы считаете, что кристинину нельзя есть мясо с кровью, правильно? Нет. Нет. Но если мясо с кровью. Да. Или просто кровь. То есть кровью можно, а просто кровь нельзя, да? В икрице. Мясо с кровью можно, сделать? А мясо с кровью. Мы все другие, а мясо с кровью. Я мясо с кровью. Я мясо с кровью. Он не бегал, я мясо с кровью. Он не бегал. Иерусалимская конференция или с города Иерусалима по какому поводу собрались? Right? Chapter 15 verse 1 They were teaching the brothers unless you're circumcised then you cannot be saved This has been something we've been doing since the beginning of Christianity We go to a group and we say unless you do this you cannot be saved It's not a new problem And so there's a big debate verse 2 Big enough debate that they go to Jerusalem and it becomes a big church event And Paul shares with them that the Holy Spirit now makes no distinction between Gentiles and Jews So why he says in verse 10 Are you forcing them to do this? Putting God to the test He said Because we believe we will be saved through the grace of the Lord Jesus just as they will Потому что мы верим что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся как и они They all agreed И они все с этим согласны So this is a very good point Это действительно хорошая мысль We are saved by grace Мы спасаемся благодатью И какое решение они принимают в 11 стихе We should not trouble the Gentiles who turn to God Они решают не затруднять язычников которые обратились к Богу What's the context of trouble thus far What do we know what they're talking about имеется в виду как не затруднять То есть о чем говорится Да Не будем навязывать им закон но мы им напишем пару слов мы им пару слов напишем To keep themselves polluted from polluted from things I can't speak To abstain from things that have been polluted by idols To abstain from sexual immorality from animals that have died by being strangled and from blood and that's the end that's what we know and that's the end и все да вот что нам известно So tell me out of all of the things they could have said to them why did they say these итак как вы думаете они могли им все что угодно написать за что не советуют им делать но почему выбрали именно эти что они просят их не делать они говорят не надо ладно вам обрезываться но вот это надо вам не нужно есть это ложественное для кого это имело значение для кого это имело значение для иудеев так скорее всего написано то что язычники язычники смотрели и начинали разновидел по словам что у людей было же но возможно для вас чтобы для вас для вас например это написано не для а Смотрите на христиан, а при язычниках, которые смотрели на христиан, делали какие-то умозок решения. Okay, there's a lot there. There's a lot, like you just said. Мога вы сказали, в смысле они едят, это означает, что они возвращаются обратно на физическое. Мога. Мога. Потому что там же все вокруг заряда. Чтобы не было прикольно. Okay. Maybe. You see, what we're doing for this, what we're doing right now, is we're guessing, we're implying. То есть, смотрите, что мы делаем. Мы строим догадки, потому что здесь подразумевается под этими вещами. Because this made sense to everyone. Потому что, смотрите, когда это было написано, все поняли, да, почему. И Павел, когда прочел этот список, он с ним полностью согласился. We don't quite, we're not related to the situation the way they were. Знаете, мы-то не варимся в той ситуации, поэтому мы не настолько можем понять, почему вина это они выбрали. Сергей. Просто из первых случаях, то есть обычно при жертве обычно выпускалось, да? Ну, допустим, мы брали, там, вернула, да? Если вы принесли жертва, выпускалась, да? А почему в данном времени, в данном времени, то есть, когда это, по сути, я говорю, в будущем? Просто и раздается. Давай просто и раздается. И должен показать, но он там просто не спускает. То есть, может быть, это как-то свято? Окей. Может быть, в другий момент я не знаю. В следующем стихе, где написано «Закон Моисея извращается в каждом городе, читается в каждом городе». То есть, потому что все научались о Законе Моисея. Это было того, где вещи, две члены. И очень долго все этому были научены. Поэтому, чтобы не притыкать тех людей, которые приходят, для них это было самое главное, да? Потому что нельзя было это делать. Чтобы вот это не было смущение, они говорят, «Подвижитесь, да? Чтобы не притыкать от этих людей, которые с детства научились, что это делать нельзя». И те, которые были раньше поддерживали ветви. Что это означает? Что это означает? Объяснение. Вот почему так нужно поступать. И так, почему так надо поступать. Потому что в каждом городе есть синагога. Почему это нужно делать? Потому что там есть евреи. И так, смотрите, мы еще не увидели полную причину на это начало. Объяснение, это нужно делать, потому что без дела у вас есть евреи. То есть, знаете, к какому выводу он приходит? Получается, что ради евреев этого не нужно было делать. Не то, что это нужно для нашего спасения. Да? Это нужно для того, чтобы не освободить евреев. На следующей неделе мы с вами будем больше говорить о книге Деяний, говорить о том, что это повествовательная книга. И в этом плане она очень похожа на ветхозаветные повествования. Книга Деяний не столь была написана для того, чтобы нам дать учение, то есть как нам жить. Первичная причина написания этой книги, это описание того, что произошло. Да, мы можем извлечь уроки из этой книги. Но первичная ее цель описать историю. Когда мы узнаем о том, что блуд это грех, мы что из этого стиха это узнаем? Нет. Узнаем ли мы, что грех употреблять пищу и доложенственное мясо из этого стиха? Более того, в других местах мы узнаем. Крайне противопохоже на это. Павел говорит, что на самом деле не важно, едите вы это мясо или нет. Кроме тех случаев, когда вы пристыкаете брата или сестра высшую во Христе. То есть мы даже здесь не узнаем, что это учение, что нельзя есть доложенственное мясо. Нет, мы просто узнаем, что это был факт, что такого не написали. Как случилось? Узнаем ли мы отсюда, что христиане должны избегать мяса? Мясо удавленен. Если другие вещи здесь перечислены не являются учением, по которым мы должны жить, в этом даже списке, можем ли мы тогда выбрать другие и сказать, что это тоже не является учением? То есть будем ли мы последовательными или нет? То есть да, мы говорим, здесь не улучшено, что мы должны избегать доложительного мяса. Здесь нет учения о том, что глуд это грех. Значит ли это, что здесь описано учение о том, что грех есть удаху? Я говорю, нет. Но чему-то мы здесь все равно можем научиться. Ведь это была часть ветхозаветного закона. Но вы знаете, что это было еще правило Божье до закона. Допустим, вы знаете, когда первый раз Бог сказал, чтобы они избегали употреблять пищу удаху? Да. После потопа. И его причина была, что жизнь в крови. Душа в крови или жизнь? Есть что-то важное в крови, и Бог не хочет, чтобы мы это влагали в свои уста. Я думаю, что здесь очень важный урок. Что-то такое в крови, что мы должны ценить. Я думаю, что избегать крови это то, что не всегда Господь не хочет, чтобы мы употребляли кровь. Есть некий извечный принцип, в соответствии с которым не совсем правильно употреблять кровь. Но это учение, оно строится не на этом стихе. Это просто очень интересный некий принцип, жизненный принцип. Нам известно из истории, что на то время у язычников было много ритуалов или разных традиций, которые включали в себя то, что они пили кровь. И это зачастую было связано с обрядом идолопоклонническим. Но мы также понимаем, что для еврея наблюдать за этим было, наверное, одной из самых отвратительных, что для него могло только быть. Это не значит, что нельзя употреблять мясо, в котором есть кровь. Более того, вы знаете, что в современном мире даже евреям разрешается есть мясо, приготовленное слабой прожаркой. То есть они считают, что когда ешь такое мясо и вытекает красное жидкое, что это не кровь. Потому что они считают, что до этого момента прожарки уже 72 часа с тушки кровь как бы сливается, поэтому кровь уходит. Потому что на 100% кровь удалить из мяса невозможно. Но главное евреи говорят, что избавились от крови, все, значит крови нет. Но поэтому скажу свое мнение. Я считаю, что христианин может выпить кровь и при этом остаться спасенным. Я не думаю, что христианин должен пить кровь. Учитывая, что Бог придает мне особое значение и говорит на нем какой-то особый смысл. Но я не думаю, что поедание слабо прожаренного мяса будет тем, о чем здесь говорится. Похоже, здесь больше речь идет о некоторых языческих традициях, которые нужно было с осторожностью практиковать, находясь в еврейской культуре, в контексте евреев. Это то, что я на сегодняшний день верю. Это то, в чем я уверена сегодняшний день. Завтра может что-то измениться. Илья, и пойдем дальше. Десятая глава. Я не знаю. Ведение Петра, которое было ему. Не связано ли это в жизнь крови? Там говорится конкретно о животных, которые не чистые статей отнимают. С 9 по 18 стих. Вот здесь мысль, которую Бог пытается донести, помимо того, что теперь язычники тоже приемны. Он говорит, что теперь никакую пищу не называю нечистой. Это очень важно. Потому что у евреев очень много было ограничений. Но я думаю, что можно сделать аргумент о крови как в одну сторону, так и в другую. Даже если взять этот отрывок, я не думаю, что это что-то критичное изменит тебя. Потому что Петр говорит, что я могу есть все, это не означает, что я должен есть кровь. Потому что все равно вот этот извечный принцип, который изначально в Библии изложен, что душа в крови, он все равно остается. Поэтому я думаю, что люди могут, используя один и тот же отрывок, по-разному здесь это увидеть. Вы мне разрешите еще 6 минут с вами пообщаться? Я хочу просто сегодня коснуться одной темы, которая сегодня тоже была упомянута. Это наша любимая тема татуировок. И это факт, что, окей, мы не должны преодолевать это, потому что старые татуировки. Но что-то может сказать, ну ладно, не будем возвращаться к Верхому Завету и говорить, что нельзя делать татуировки. По Верхому Завету, но также по Новому Завету, ведь мы храм Бога. Right? There's that phrase. You are the temple of the Lord. Mentioned twice in the New Testament. Both in 1 Corinthians. And they both seem to be talking about two different things. 1 Corinthians 3.16. It says, you are a temple. You are a temple. The point is not here that our physical body is a temple. He is talking to Christians and saying, you are the temple of God, you are God's temple. But not just one Christian. All Christians together. He is talking to the church and he said, you are the temple of God. So the context here really has nothing to do with your physical body. So don't point to this verse when you use the phrase, your body is a temple. And of course, I'm not talking just about tattoos here. That's what inspired this thought, this question. Okay. So 1 Corinthians 6 is the other section. Verse 19. 20. Right. 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 That **** is a��니出來, we don't start these. It's going to be something about a Hämič- nine month. Right. So, there it is. Couldn't be more obvious. Why Beachy Temple? Yes. Right. Of course though this is a study of kinda this is a class on exegesis. The very important questions you have. типあっ. Context, 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 what is it? What is it? Какой контекст здесь? И мы говорим о сексуальном иммундеце. Сексуальном иммундеце. И он использует пример, несколько версий, о том, почему бы кто-то уничтожил их тело с просьбой когда тело в тело в тело? Он говорит, кто хочет, почему вы хотите соединить свое тело с людьми, если ваше тело, ваша трава с лицового духа. И он возникнет еще. И он говорит, что двое становятся одной плотью. Он говорит о грехе в лудах. В таком контексте этот стих написан. И он говорит, не поступайте так, потому что ваше тело храм. Не соединяйтесь с грудницей, потому что вы храм. Поэтому теперь просто вырывать этот тату, применять в любом случае, например, в случае для человека с татуировкой, как бы говорить ему, как вот аргумент, что тело храма, духа бога святого. В таком случае, когда здесь на самом деле идет речь о блуде, но предположим, мы можем этот стиль использовать и для других случаях. Если наши тела это храмы, татуировки разрушаются, как татуировки разрушаются? Какая татуировка нанесет с собой какой-то смысл. На этот смысл, если не один, но другой человек может обратить внимание и понять, что она значит, с чем она церкована, с дьяволом, с законом и так дальше и так дальше. А есть и христианский крест, который человек надеет себе. Ни одна татуировка, обычный христианский крест мало кто надевает. А, даем примеры. Набивай, да. Давайте, пожалуйста. Нет, какие еще? Нет? Нет? А это будет притекать других людей, потому что в основном же опять у нас такое мнение, что... Да, мы говорим о притекании, а о храме. Да, это шутло уже в урок здесь. Это шутло уже в урок здесь. В уроке можно нести вверх. Окей. Нил? Если какие-то научные сканики там, вот раньше, то это точно была часть яда попадала в хуже и прочее, по-рубому так все делается. И еще другое, что вот эти участки кожи, они поддерживают более крупному проценту, когда мы взяли вам раку на страхах больше. Если это действительно разрушительно для храма Божьего, мы должны спрашивать, чем именно это разрушитель? Является ли это разрушителем, потому что мы добавляем в свою телу что-то неестественное от того, что Бог изначально не вложил? Если это да, тогда вопрос к женщинам по поводу покраски волос. По поводу тогда даже косметики, украшений. Потому что если мы не в этом направлении, тогда вот ко всему нужно относиться и таким образом аргумент теряет этот смысл. Минуточку. Хорошо, а если дело относится к здоровью? Что-то бедное на здоровье. Может быть, это может отравить аргумент. Почему человек пытается себя отравить таким образом? И вот человек мне это все рассказывает. А ты с кока-колой, с бутербродом с мокроном. А кто имеет право определить, какой вред это настоящий? Нормально. Нормально можно вредить, а каким вредом нельзя. Нельзя говорить человеку, что ты не будешь, потому что твое тело это храм. И нельзя аргументироваться тем, что это не полезно для здоровья. И я сейчас скажу некоторые вещи, которые вам здесь не понравятся. Именно по этой причине я считаю, что курение это не обязательно грех. По крайней мере, не на основании вот этого стиха, что ваше тело храм. На основании этого стиха нельзя доказать, что твое тело это храм. Кто-то говорит, вот ты вдыхаешь дым, это вредно, ведь твое тело это храм. И опять-таки стоит и пьет Coca-Cola. Вы знаете, что в этом в мире очень много всего вредного, что мы впихиваем в свое тело. И хотя у нас нет времени, чтобы это все обсуждать, может быть, у нас останется еще несколько минут на каком-то другом уроке, и мы к этому вернемся. Но, когда встают подобные вопросы, у меня лично есть два принципа, которыми я руководствуюсь. 1 Тимофею 4.12 Вы должны быть примером для верующих. И если я знаю, что если кто-то такое делаешь, что не является хорошим примером для кружающих, я должен этого не делать. И Ефесянам 5.3 Говорится о блуде и некоторых других грехах. Но там есть еще очень интересная правда, что мы должны быть даже намека на это. Да. Не нужно делать что-то такого, чтобы человек, глядя на вас в другой стороне комнаты, подумал, что это правда, сейчас только что так все грешил. То есть нужно, чтобы было видно, что ты не грешишь, даже если ты не грешишь, но чтобы видом твоим не казалось никому, что ты грешишь. И на сегодня это все. Покусино! Ваше tactical! Продолжение следует...